Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Ольга Макарова, и я рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, который называется «Эффективность сотрудников» или «Где у него кнопка?». Организатором сегодняшнего мероприятия выступает компания ExpoTime. Сегодня мы будем говорить о главных проблемах в работе с персоналом, узнаем, как набирать, адаптировать и воспитывать сотрудников, чтобы они обеспечивали организации рост и развитие, а также научимся ставить цели сотрудникам и узнаем, наконец, где же у них кнопка. По традиции начать вебинар хочу с информации об участниках. На сегодняшнее мероприятие зарегистрировалось около 300 человек более чем из 100 городов России. География участников сейчас на ваших экранах. Я попрошу всех, кто нас смотрит, написать в чате название вашего города. Итак, коллеги, пришло время представить нашего эксперта. Это Екатерина Кичигина, ведущая российский эксперт в области набора и управления персоналом, генеральный директор и владелец кадрового агентства HR Online Екатерина Кичигина. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, коллеги. Коллеги, сегодня у вас есть отличная возможность получить обратную связь от Екатерины. Задавайте свои вопросы в чате, и мы озвучим их в прямом эфире. Я призываю делать это как можно активнее. Коротко о том, как пройдет наш сегодняшний вебинар. Выступление Екатерины будет разделено на три части. В перерывах между ними мы будем отвечать на ваши вопросы. И мы не будем терять время, я передаю слово Екатерине. Хорошо, спасибо большое, Ольга. Итак, коллеги, начнем. Я очень рада приветствовать вас. У вас такая прекрасная география, такая обширная география, да, и прекрасная публика, которая здесь собралась. Давайте же проведем эти два часа вебинара с пользой и попробуем разобраться в очень важной теме эффективности сотрудников, да, и попробуем нащупать, где же у него кнопка. Кратко представлюсь. Кичигина Екатерина, меня зовут. Более 17 лет я работаю в области управления персоналом. Более 10 лет я была внутри больших крупных корпораций в качестве директора по персоналу. И сейчас у меня свое кадровое агентство, которое называется HR Online, и это дает мне возможность посмотреть бизнесы с разных точек зрения, посмотреть разные сферы бизнеса, и вопрос эффективности встает всегда. Безусловно, первый запрос, который к нам приходит в агентство, это помочь подобрать персонал. Но тут же следом за ним встает вопрос эффективности. А как сделать так, чтобы этот персонал, чтобы эти сотрудники работали вместе как единый организм? И мы уходим в консалтинг, в выстраивание систем управления эффективностью. И как раз это то, о чем мы сегодня с вами поговорим. Дополнительно, конечно же, скажу, что я сертифицированный мастер-коуч европейской, британской, немецкой, американской ассоциации коучинга. И это дает возможность практиковать такой подход, который максимально результативен. Поэтому не буду более на этом останавливаться. Начинаем, задействуя все наши возможности и ресурсы. И у меня огромное пожелание к вам также, как и перед началом любого нашего дела. Если вы будете активны, если вы будете думать над этой задачей, с которой мы хотим разобраться прямо сейчас. Если вы будете что-то себе помечать, если будете прямо выполнять задания, которые я вам буду давать, то вы получите максимум от этого вебинара, в частности. И в дальнейшем можете получить это от тренинга, который мы планируем далее. Итак, я бы хотела, чтобы вы, вы уже так активно стали приветствовать друг друга в чате, подсвечивая географию. А я бы хотела, чтобы вы еще мне немножечко показали, кто вы по роду своей деятельности. Будьте добры, напишите кратенько имя и вашу позицию, вашу должность в чате сейчас. Напишите, пожалуйста, кто вы, чтобы мне было понятно, к кому обращаться. И мне был немножечко понятен контекст ваших запросов. Владимир, генеральный директор. Пишите пока. И я как раз, мы будем таким образом с вами знакомиться. Новокузнецк, Анапа, маркетолог, менеджер по персоналу. Очень приятно, коллеги. Здравствуйте. Менеджеры по персоналу и чар-директора – это те люди, которые, как правило, внутри компаний работают с темой повышения эффективности и управления эффективностью персоналу. Но об этом чуть-чуть попозже мы поговорим с вами. Итак, о чем сегодня мы будем с вами говорить? У нас сегодня с вами будет три блока. Первый блок будет про эффективность. Про то, что такое эффективность, про то, для кого, для чего и о чем она нам будет говорить. Будут говорить те показатели, которые мы примем измерять как показатели эффективности. Мы с вами рассмотрим, что такое система KPI. Цели. Устремим наши показатели эффективности. Посмотрим, для кого мы ставим цели и как. И перейдем плавно ко второму пункту про то, как ставить цели. Как ставить цели, чтобы глаза горели – это такой вопрос, который интересует многих. Потому что вопросы, как сделать так, чтобы сотрудники вдохновились и пошли так же вовлеченно и воодушевленно достигать тех самых целей, которые также стоят у нас – это ключевой вопрос. И третий блок у нас будет про индивидуальный подход. Здесь мы с вами рассмотрим схемы и получим представление о тех языках, на которых разговаривают наши сотрудники. Научимся говорить на том же языке для того, чтобы нашим коллегам, нашим сотрудникам было понятно, какую цель мы им ставим и что мы от них хотим. В ходе данных трех блоков у меня запланирован супербонус. Те, кто его сделают, я уверена, получат экстра результат от того, чем мы с вами будем заниматься, от того управления эффективностью, с которым вы планируете разобраться. Этот бонус будет в виде заданий, которые я буду давать. И те, кто выполнит эти задания, совершенно точно уже в ближайшее время поймут и почувствуют, как их бизнес выходит на новый уровень. Итак, поехали. Мы с вами говорим про эффективность. И здесь, к слову, я хотела бы, чтобы наше общение было интерактивным. Скажите мне, пожалуйста, можно прямо в чат, кто для вас такой эффективный сотрудник? Эффективный сотрудник – это кто? И пока вы пишете, я немножечко вас погружу в такую реальность. Я думаю, что многим из вас знакома ситуация, когда вы приходите, а сотрудник изображает бурную деятельность. Ну, либо, в общем-то, довольно сильно загружен. Он постоянно звонит, он постоянно что-то там помечает, он постоянно куда-то ездит, он постоянно занят, он активен, он буквально ни секунды не сидит на месте. И знакомы ситуации, когда, ну вот, как в этой нашей с вами картинке, да, когда человек на таком на лайте, да, он расслаблен, он, да, он общается, да, он как-то выезжает. Да, вроде бы, он всё делает. И мы зачастую видим разные результаты. Вы пишете в чате, и я как раз вот краем глаза смотрю. Рекомендую вам это тоже делать, потому что это как раз наша синергия с вами. У нас с вами здесь собралось довольно много, мы все из разных мест, но мы объединены одной примерно сферой. Поэтому мы здесь будем работать с вами в этом чате. Да, это сотрудник, который приносит результат, достигает поставленных целей, для которого важен процесс и не результат. И вот та самая парадигма поведения, да, тот стиль поведения, который сотрудник демонстрирует, он зачастую, ну, одного приводит к одним результатам, другого приводит к другим результатам. Да, поэтому мы с вами и об этом тоже будем говорить. Итак, что такое эффективность? Немножечко такой теории, которая заляжет плавно фундаментом в наше с вами общение. Да, эффективность – это результат. Без результата нет смысла в той деятельности, которой многие из нас занимаются на уровне собственного бизнеса. И, безусловно, эффективность определяется отношением полученного результата к затраченным усилиям. Тот результат, который мы получаем, да, мы всегда соотносим с тем, скажем так, с измеримыми усилиями, которые мы на это тратим. Мы, или тот самый сотрудник, который, как пчела на месте не сидит, да, постоянно занят 24 на 7, мы всегда смотрим, а приносит ли он результат, приносит ли вот это его действие результат. Поэтому мы с вами определяемся и кладем в фундамент то, что эффективность – это наш результат. И я предложу вам, коллеги, вот какую задачку. И прошу ответ на нее описать прямо в чате. Как сделать так, чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Ваши варианты. Пишите, кто знает, кто не знает, кто предполагает, это наш такой мозговой штурм, немножечко разомнемся, да. Казалось бы, да, эффективный, как бы мы сейчас работаем над задачкой и решаем то, как сделать более эффективный процесс производства молока. Альтернативный корм, добавки в корм. Ага, что-то, что-то вот про это. Окей, увеличить количество коров. Прекрасно. Ага, сделать ее счастливой. Прекрасная идея. Контроль кормления. Итак, коллеги, замечательно. Спасибо за ответы. Мы, в общем-то, проработали хорошую задачку. Итак, как сделать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока? Ее надо меньше кормить и больше доить. Это, безусловно, шутка. Но зачастую, когда мы говорим про эффективность сотрудников, когда мы говорим про то, что нам надо повысить эту эффективность, управлять этой эффективностью, мы фактически часто оказываемся в ситуации, когда нам хочется заставить наших сотрудников, скажем так, вот как здесь, меньше кормить и больше доить. И это, пусть это маленькая метафора, такая шутка, стоит у вас в целом как пунктик того, куда вам стоит не заходить за эту черту. Потому что здесь совершенно явно и понятно все нюансы этого. Итак, да, мы с вами будем говорить про то, как найти альтернативные источники корма. И что-то в этом роде. Мы будем говорить про управление эффективностью. Момент, когда, скажем так, все было в ручном режиме. Здесь аналогия с коровой тоже может подойти. И мы можем продолжить эту тему в том числе. Она, этот момент давно уже в прошлом. И если сейчас вы и ваш бизнес движется по принципу, скажем так, неосознанного движения, просто направления, давайте больше, давайте дальше, выше, сильнее, быстрее, то это то, что вас и тормозит в том числе. Мир уже давно шагнул дальше. Если ваш бизнес не оцифрован, если вы не следите на кончиках пальцев, не чувствуете те самые драйверы вашего бизнеса, то фактически деньги утекают сквозь те же самые пальцы. А вы не видите картины целиком. Следовательно, не можете этим управлять. Также часто мы встречаемся с ситуацией, когда, да, у меня есть люди, да, у меня есть команда, да, они все, ну, вроде бы хотят работать. И понятно, а зачем же еще они пришли сюда для того, чтобы, как не для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы набрали, а нет возможности вкладываться, учить и так далее. И даже иногда HR меня поймут, поддержат. Часто мы слышим запрос, а мне некогда учить. Найдите сразу нам таких, которые готовы и хотели бы работать. Если мы говорим про бизнес недвижимости, про агентский бизнес, то там это вообще большой-большой вопрос. К слову, на нашем семинаре на Всероссийском сочинском конгрессе мы очень подробно будем останавливаться на теме, как выбрать лучших, как этих лучших привлечь. Но сейчас мы идем дальше и будем говорить про то, как сделать так, чтобы те, кто у нас, показывали результат. Когда зачастую действительно нет времени на то, чтобы ими заниматься сильно, заниматься как-то глубоко. Итак, мы будем говорить про эффективность персонала. И здесь я бы хотела с вами обсудить этот вопрос вот с какой стороны. При хорошем планировании, при правильном позиционировании нашего результата, наша система будет работать эффективно, да, безусловно. Но я бы хотела, чтобы мы не подходили однобоко. Я бы не хотела, чтобы мы думали только про то, как корову заставить больше давать молока. Если мы с вами с себя не начнем, если мы не начнем с постановки задач и целей для нашего бизнеса, то фактически нам с вами нечего будет сказать сотрудникам. Первый и первые, кто должны поставить цели, это мы сами для нашего бизнеса и дальше уже поговорить про сотрудников. И да, безусловно, да, мы начинаем с компании. Мы, и первое, что мы делаем, мы должны создать свою панель управления компанией. Тот самый набор, мы должны определить тот самый набор ключевых показателей эффективности, мы чуть-чуть, сейчас как раз следующим шагом перейдем к ним, которые будут нам показывать, а что у нас с показателями, а что у нас с эффективностью, а что у нас с деньгами и так далее. Сейчас мы с вами в прекрасном моменте завершения года, да, и это возможность проанализировать. Проанализировать наши показатели. Я ввожу понятие системы KPI. Что это такое, да, и давайте, ну, раз мы упомянули, расшифруем, да, KPI или это KPerformance Indicators, это ключевые показатели эффективности или еще KPE, как их тоже еще называют в некоторых источниках. То есть, это система, которая позволяет нам выставить, проанализировав текущую ситуацию, да, выставить определенные показатели, которые будут свидетельствовать об эффективности. И эти показатели, безусловно, определяем мы с вами, эту систему KPI мы определяем. Когда мы прописываем ключевые показатели эффективности для нашего бизнеса, мы должны понимать, что они, эти ключевые показатели эффективности, будут драйвить наш бизнес куда-либо, куда-либо дальше. На чем мы будем основываться? В конце года мы, безусловно, анализируем то, что, то, к чему мы пришли в текущий момент, то, сколько, то, чего мы достигли. И это, и эти показатели мы можем измерить. Нам надо с вами проанализировать текущий период, в завершении которого мы находимся, да, и посмотреть на эти показатели. Тут для нас возможны разные картины. Мы понимаем, что да, окей, мы видим наш год, и месяц от месяца ситуация по, там, обороту, да, по количеству, по количеству сделок, по количеству, не знаю, внесенных авансов и так далее, чуть позже мы с вами обсудим. Ситуация была разная месяц от месяца. Мы видим, что, например, тут, попытавшись проанализировать текущий год, мы, например, поймем, что мы до этого это никогда не делали, и это занимает очень много времени. Но вам, если, особенно, если вы никогда этого не делали, вам нужно обязательно сесть и сделать это. Вот сейчас конец ноября, у вас весь декабрь есть на то, чтобы сделать вот те самые, собрать те самые данные. И увидеть месяц от месяца. Если вы уже, там, не первый месяц, не первый год на рынке, возьмите и проанализируйте. Я думаю, что у вас есть, откуда эти данные собрать. Мы выбираем параметры для мониторинга. Мы ищем доступ к ним. Да, мы загружаем, мы берем их из различных отчетов. Отчасти это окажется, там, бухгалтерские отчеты. Мы там, там мы смотрим про деньги, штуки и прочее, там, количество сделок и так далее. Вы восстанавливаете по вашим CRM-системам. И прочие-прочие моменты вы также смотрите, что у вас есть, как бы, в текущей базе. Что вы можете, какие параметры, какие цифры вы можете взять. Какие показатели вы можете пощупать и потрогать. И вы увидите, например, что сентябрь в целом по количеству сделок у вас был очень неплохим. Там, в семнадцатом году. Также в восемнадцатом тоже. А вот в девятнадцатом у вас сентябрь выдался провальный. И дальше вы смотрите на то, а что было с рынком в этот момент. Какие были тренды на рынке. А может быть, это действительно имеет отношение к рынку. А может быть, это момент, когда ввели эскроу счета. А может быть, это момент, когда у вас уволились ключевые сотрудники из вашей команды. И была набрана или не была набрана еще пока команда, которая уже полноценно могла делать результат. Вы смотрите, нанизываете контекст. Вы сравниваете год с годом, месяц с месяцем. Потому что есть определенная сезонность. Эту сезонность вы накладываете туда же. То есть, вы выбрали показатели эффективности вашего бизнеса. Вы наложили их на график года. Вы при возможности эти данные подтянуть с предыдущих лет, сравнили год к году примерно эти показатели. Таким образом, вы анализируете тренды. Вы видите, что в данном случае здесь у вас там в целом можно рассчитывать на такой-то рост. Или, например, сейчас не сезон, и это возможность какая-то иная. Например, наоборот, подготовить сотрудников к сезону. И как-то подготовиться в целом. То есть, вы ставите себе цель. Вы ставите цель своему собственному бизнесу. От того, какая она. Это рост, это оптимизация, это действительно такое выстраивание процессов. Это все зависит от того, в каком вы моменте сейчас находитесь. И насколько выстроен у вас бизнес. Мы ставим эти цели, мы соотносим. Это процесс, наверное, такой небыстрый. И хорошо бы, чтобы вы пожили с этими целями. Мне очень хорошо, я думаю, вам тоже знакомы ситуации, когда ставились завышенная планка целей, и цели брались с потолка. И вот в этом случае, это не наша с вами история, мы чуть-чуть позже посмотрим, почему так делать не стоит и к чему-то приводит. Итак, я бы хотела, чтобы вы четко зафиксировали, что у вас должна быть такая панель управления вашим космическим кораблем, вашей компании. У вас должен быть набор индикаторов, за которыми вы будете смотреть. И смотря на эту панель, вы можете непрерывно ее дальше измерять. Непрерывно это вы определяете, насколько у вас автоматизирован бизнес, если он позволяет. В онлайн прекрасно. Вы можете смотреть в онлайн на эту приборную панель и смотреть, какой показатель можно подкрутить, с каким показателем можно поработать. Если не позволяет, делайте это раз в какой-то период времени. Раз в квартал, раз в месяц. Как можно чаще. Старайтесь стремиться к тому, чтобы это было как можно чаще. Так у вас будет чувствительность и возможность этими показателями управлять. Чем быстрее вы будете смотреть результаты, тем быстрее вы можете на какие-то кнопочки нажимать. Все как в нашем быту. Смотрим на приборную панель автомобиля. Видим, надо заправиться, надо поменять масло, надо заменить какую-то деталь. Об этом нам сигнализирует панель. У вас должна быть система, выстроена система эффективности в вашем собственном бизнесе. Вот только после этого мы переходим туда, к сотрудникам, да, и переходим в целом про историю управления эффективностью сотрудниками. Первое мы начинаем с себя. С себя и с цифр про наш собственный бизнес. Итак, едем дальше. Да, верхнеуровневые цели нужно сформировать на будущий год или на какую-то ту перспективу ближайшую, которой вы хотите распоряжаться в данный момент, на которую вы хотите заглянуть дальше. И оцифровать вот эту вот всю историю. Но об этом мы уже подробно достаточно поговорили. И пойдем дальше. Итак, вот то, что иллюстрирует вот этот текущий слайд, это история про то, как вообще в целом получается результат в компании. Цели идут от вас дальше, декомпозируются они вниз. То есть, как только вы на верхнем уровне поставили цель, вы понимаете, что бизнес-процессы, которые у вас идут внутри компании, они, собственно говоря, могут быть, то есть эти цели могут быть декомпозированы на бизнес-процессы. Соответственно, эти цели вы спускаете дальше. В зависимости от того, от тех сотрудников, с кем вы общаетесь. Цели вы спускаете дальше, а поднимаете результат. И в зависимости от того, насколько вы четко эти цели обозначили, у вас будет соответствующий результат. Итак, давайте посмотрим, какие могут быть KPI для вашего бизнеса. Это прям такая практическая история. И если мы идем на верхний уровень, то давайте здесь по чат подключим. Также я предложила часть каких-то KPI, которые могут быть индивидуальны в зависимости от компании к компании. Вы можете ставить себе ключевым показателем эффективности и показателем эффективности вообще вашего бизнеса. Это деньги, штуки, маржинальность, какие-то еще параметры операционные, о которых с следующим шагом поговорим. То есть оборот в год, оборот по конкретным сделкам, если у вас структура понятна, и вы можете мерить. Маржинальность всего, ну там, каждой компании в целом, можно ее дробить по сегментам вот так же. Количество сделок в год, в месяц, в квартал, количество сделок определенного уровня, да, тоже по структуре. Эти все и многие другие параметры могут быть верхним уровнем KPI для вашего бизнеса. Вопрос к вам, а какие у вас еще возникают идеи про KPI для вашего бизнеса, про верхний уровень KPI? Какие еще, вот, или какие наиболее актуальные, может быть, из тех озвученных мною, были бы для вас показателями эффективности вашего бизнеса? Ну вот, напишите, и мы, как раз это будет очень хорошим подспорьем коллегам, кто еще, может быть, там только подходит к этой теме для своего бизнеса. Это верхний уровень. На следующем уровне, да, это операционные показатели. Тогда, когда у нас бизнес разложен на операции. То есть для того, чтобы вот этого вот большого слона нам съесть, нам нужно пройти там несколько этапов, да. И для нас, как для владельцев бизнеса, руководителей, у нас есть операции какие-то, которые происходят в зависимости от того, что мы делаем. И тогда это, и здесь мы считаем нагрузку. То есть нам элементарно нужно понять, хорошо, мы верхним уровнем решили зайти на плюс 30% роста год-году, да, по деньгам. Окей, а сколько нам для этого нужно ресурсов, например, да. И здесь операционные кипяи нам четко могут это показать. Что у нас, например, в средней нагрузке на одного человека, она вот такая в вашем сегменте, в вашем, да, вот, коллеги, спасибо, что пишете. Это будет очень большим подспорьем для коллег. В нашем сегменте, в нашей услуге наиболее эффективно нам будет еще нанять пару сотрудников, например. Или повысить их эффективность. Это мы уже дальше решим следующим шагом. То есть операции имеют значение. Следовательно, количество объектов на одного сотрудника, вход наоборот или еще какие-то показатели. Это то, что позволит нам посмотреть на действия, которые мы совершаем на пути к этой самой нашей цели. и посмотреть, а что мы здесь можем подстроить, а как мы здесь можем поступить, чтобы это улучшить. Итак, мы прежде, вот, заметьте, пожалуйста, прежде чем мы подходим к теме про сотрудников, мы сначала говорим про себя. Про себя, про компанию верхним уровнем, про себя, про компанию операционно, для того, чтобы нам понимать, куда мы в целом. И как конкретно. То есть, что конкретно нам нужно сделать, какая наша стратегия будет на следующий год. И только сейчас. И только сейчас мы переходим следующим шагом к сотруднику. Но прежде чем мы перейдем к сотруднику, я бы хотела, чтобы каждый из вас... Ну, я бы хотела предложить вам вот то самое бонусное домашнее задание. Напишите KPI для вашего бизнеса и верхнего уровня, и операционный KPI. Это то, что вы сделаете самостоятельно дома. Сделайте самостоятельно дома, и вы точно поймете, как таргетироваться на следующий год. Что вам брать за ориентиры для ваших целей. Какие операции могут нуждаться в подстройке, настройке и так далее. И вот это то самое домашнее задание. Ну, одно из, которые точно приведут вас к дальнейшему результату. Это ваша работа. Потому что то, что содержательно мы сейчас слышим, то, о чем мы говорим в чате, это часть. А вот это, это ваше проживание, результаты. Итак, это домашнее задание. И мы идем дальше. Мы идем к сотруднику. У каждого... Не так. Когда мы говорим про KPI, про эффективность и так далее, и в целом, когда собственники приходят ко мне и говорят, да какая-то, ну какая эффективность? Хочу, чтобы он приносил мне деньги. Пусть принесет мне деньги. Пусть принесет мне, там, не знаю, 10 показов, и у него будет, там, не знаю, один аванс, условно говоря. Пусть он... Пусть он, не знаю, его задача и цель это быть успешным и много зарабатывать. Вот. Таким образом заработаю я, заработает он. А я уже создам инфраструктуру так, чтобы ему было хорошо. Это все здорово. Но дело в том, что когда вот эта цель ставится в таком виде, наш мозг воспринимает это как вообще практически недостижимое. Нам нужно, особенно тогда, когда, может быть, опыта нет на уровне автоматизма. Да, ведь опыт приходит, он там шлифуется раз за разом. Вот. И приходит вот эта чувствительность и понимание, что надо сделать. Окей, иди принеси, там, и сделай план вот такой-то, там. Там, вот, твоя планка, там, 500 тысяч, там, оборотных денег приносить в компанию. Это как бы хорошо. Но делать-то что надо? То есть прежде чем сотрудник получит вот эти самые деньги, должно пройти какое-то количество, не знаю, там, звонков, какое-то количество отказов, какое-то количество вот этих проведенных презентаций, какое-то количество согласований тех самых состоявшихся, несостоявшихся встреч, показов, авансов и прочего всего. Количество. И оно принесет вот этот самый результат. Это можно мерить, там, в штуках, в деньгах, как мы уже сказали, да, пока. Но если мы будем сотруднику показывать, какие конкретно шаги на пути к результату ему надо сделать, если мы декомпозируем для сотрудника таким образом, вот так, ровно так, как на картинке, да, нарисуем ему вот эту вот лестницу, которая приведет его к тому самому результату, который нам нужен. И если мы с вами вот так подойдем, изначально подумав о том, как сотрудники мыслят, да, и так далее, то мы таким образом сделаем им большой-большой подарок, да, и нам с вами тоже. Вот. Это такая схема, иллюстрирующая то, как можно задачу разбить на подзадачи, да, и на каждое действие для того, чтобы декомпозировать и управлять теми самыми ключевыми показателями эффективности, разложив их на, ну, процессные такие вещи. Вот. И следующим шагом, да, мы подумаем про то, какие конкретные KPI для сотрудника можно предложить в вашей сфере. Также хочу, чтобы вы сейчас писали в чат, потому что вот эти ваши, ваши конкретные KPI, вот прям я задаю вам вопрос, а вы какие KPI ставите сотрудникам? Ну, если ставите, либо так или иначе этот процесс, наверное, у вас идет, да, что вы говорите сотрудникам, чтобы они достигали этих целей? И вот то, что набросала я, да, сюда, это может быть, это могут быть планы конкретные, да, по количеству объектов квартал, по количеству объектов месяц. Ну, не знаю, имеет ли смысл ставить неделю? Может быть и нет. Пусть у человека будет определенная свобода и вот это вот нет гонки и безумного напряжения в этом отношении. План по количеству, план в деньгах, да, по категориям. Это тоже очень хорошая история. То есть мы с вами, возвращаясь на несколько шагов назад, помним, что хорошо бы, хорошо бы видеть и чувствовать показатели ваших по категориям, вот здесь вы ставите, вы разбиваете эту вашу задачу. Вы разбиваете задачу в категории. Вы понимаете, что, например, в грядущем сезоне вторичная недвижимость, она будет более привлекательна. И вы ставите цели, планы сотрудникам и вам, как вашему бизнесу, вот туда. Пожалуйста. Вот они здесь отражаются. В количестве объектов, в плане деньгах, по категориям. В конверсии агентов. То есть переговоры, телефоны во встречи, встречи в договоры, показы в авансы, авансы в сделке и так далее. И скорость работы. Вот это нашей самой первой картинке, когда один курит бамбук, второй вот так вот носится, как электровеник. И у них действительно разная скорость. Эти вещи, а также многие другие, вы можете сформировать для своего бизнеса, для своей ситуации, для своих сотрудников. И поставить им те цели, которые вы считаете нужным. Но отталкиваться мы будем от верхнего уровня. От верхнего уровня, от стратегии, которую вы на этом основании выбрали. И здесь также бонусное задание вам написать ключевые показатели эффективности для сотрудников, которые есть у вас в управлении. Сядьте дома после того, как вы определите верхний уровень, после того, как вы подумаете над операционной эффективностью и операционными показателями. Пропишите вот те самые KPI для сотрудников. На этом мы блок про то, что такое эффективность, для кого она и вообще, скажем так, с чего ее стоит начинать. Мы подведем здесь черту и поставим многоточие. Здесь есть два домашних задания, которые я бы хотела, чтобы вы сделали. И мы плавно переходим к следующему блоку. Сначала я передаю слово Ольге. Перед тем, как нам перейти к следующему блоку, хотелось, чтобы, Екатерина, вы ответили на некоторые вопросы, которые появились в чате от наших зрителей. Первый вопрос. Есть ли у вас опыт работы в агентствах недвижимости? Если да, то какой? Смотрите, дело в том, что агентства недвижимости являлись моими клиентами. Являются сейчас клиентами компании HR Online. Поэтому внутри корпоративный опыт, он у меня был в других агентствах. Но с агентствами недвижимости я сейчас активно работаю, в том числе как по поиску, по отбору, по обучению сотрудников и по работе с эффективностью агентов в том числе. Спасибо, Екатерина. И еще один вопрос. Как удержать опытных сотрудников, которые уже могут самостоятельно работать без агентства недвижимости? И важный вопрос. Будете ли вы освещать эту тему на своем тренинге, который пройдет в рамках Всероссийского и Сочинского жилищного конгресса? Да, вот видела этот вопрос в чате и как раз хотела сказать, что это очень-очень важный момент. Агенты приходят, мы в них вкладываемся, мы помещаем в них все наше лучшее. Мы делаем для них методички, welcome мероприятия организуем для них. Мы много вкладываемся в то, чтобы они заработали. И они обучаются и уходят. И это, безусловно, большая беда. И тут многие из владельцев агентства недвижимости, которые ко мне приходят, говорят, ну вот как бы я сейчас там на распутье, что мне им давать операционно нарезать задачки и просто делать из них тупых исполнителей, ну тупых, прошу прощения за это слово, делать из них вот таких операционных людей, которые будут просто отправлять функцию, как я ее называю, либо нам давать им как бы контекст, и тогда они в какой-то момент откроют свое агентство и уйдут. Могу сказать, ну это вот то, что мы чуть позже вот как раз следующим шагом мы обсудим про то, как давать задачи и контекст. А вот этой темы, как сделать так, чтобы они оставались надолго, мы коснемся очень подробно на нашем практическом тренинге 10 апреля в Сочи, потому что это очень глубокая тема, это не ответ на вопрос. Спасибо, Екатерина. Коллеги, обращаю ваше внимание, что 10 апреля в рамках Всероссийского жилищного конгресса Екатерина Кичикина проведет однодневный тренинг, который будет называться «Команда эроэффективности». Екатерина, расскажите, пожалуйста, еще коротко о том, что будет входить в ваш тренинг. Поскольку тема команды, тема управления персоналом, это в целом очень важная тема для любого бизнеса, потому что услугу может предложить даже агрегатор какой-то сейчас. А вот тот самый подход клиенту могут предложить только люди. И именно об этом мы будем говорить. Мы будем говорить о том, как найти самых лучших людей. Первое, как привлечь, как сделать так, чтобы они захотели к нам идти. Как сделать так, чтобы к нам захотели идти качественные люди. То есть те, с кем мы с удовольствием и радостью будем потом устроить команду. Как сделать так, чтобы отобрать эффективных. Как увидеть, то есть это HR-инструменты уже. Как увидеть и проанализировать, он будет, он заработает или не заработает. Это вообще наш человек или это не наш человек. То есть как подобрать эту нашу команду. Как ее проанализировать и понять. Как сделать так, чтобы пришедшие вышли максимально быстро на такую крейсерскую эффективность. Учитесь плавать. Такая стратегия, которая позволит им максимально быстро почувствовать деньги, почувствовать возможности, поверить в свои силы, получить тот же самый контекст знаний и пойти в нем дальше. Как быстрее выходить на сделки. Как вам быстрее вернуть те инвестиции, которые вы вложили в сотрудников. И безусловно, ключевой вопрос, как сделать так, чтобы они надолго оставались с нами. Как платить справедливые за результат. Это все те темы, очень важные темы для любого риэлторского бизнеса. Их мы коснемся безусловно. Спасибо, Екатерина. Уверена, тренинг будет очень интересным и полезным. Я обращаю ваше внимание, коллеги. Сейчас действует самая низкая цена на участие в тренинге Екатерины Кичигиной. Более того, у всех, кто смотрит нас в прямом эфире, есть возможность получить дополнительную скидку на участие в бизнес-тренинге. Чтобы воспользоваться специальным предложением, нужно оставить в чате ваши контакты, адрес электронной почты и телефон. Ваше сообщение и контакты увидит только модератор. Специальные предложения действуют при оплате до 29 ноября. Еще хочу обратить ваше внимание, что для всех, кто смотрит на нас в прямом эфире, действует специальная скидка на весь Сочинский Всероссийский жилищный конгресс. Размеры этой скидки 5%. Мероприятие состоится с 6 по 10 апреля в Сочи и соберет более 5000 специалистов рынка недвижимости со всей России и из-за рубежа. Вас ждет уникальная по насыщенности деловая программа. Более 400 мероприятий, на которых выступит порядка 500 спикеров. Богатой будет и культурно-развлекательная программа. Чтобы получить скидку, оставьте ваши контактные данные, почту и мобильный телефон в чате с пометкой «Скидка на конгресс». Их увидит только модератор. Специальные предложения действуют до 29 ноября. Должна сообщить, что в этом году ценовая политика Конгресса стала более понятной. Цены на пакеты участия, платные тренинги и другие опции повышаются 1 числа каждого месяца. Следующие плановые повышения уже 1 декабря. Сейчас действуют самые низкие тарифы и специальные скидки. Перед тем, как вновь передать слово Екатерине, я предлагаю посмотреть видеоролик о Конгрессе и покрутизиться в эту атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень атмосферный ролик Действительно чувствуется, что там очень много интересного контента и полезных мероприятий Ну что же, давайте поговорим про постановку целей Про то, как это все сделать так, чтобы это работало и так кипя и мы поставили мы их поставили для себя и для себя и собственного бизнеса для мы декомпозировали это для наших сотрудников мы понимаем теперь что мы хотим им сказать содержать и так немножечко поговорим про то вообще а надо ли как-то особенно об этом думать нет ли здесь какого-то такого уже олдскульного восприятия цели постановка может это не про меня потому что ну какие цели всем же понятно да вот они у меня все на ладони и о чем тут вообще говорить бери больше кидай дальше больше звонков больше выездов больше продаж но не всегда если мы самое главное что нас очень часто с вами съедает операционка так что мы фактически оказываемся в ситуации когда очень сложно выбраться и поговорить с сотрудником и что-то такое ему сказать и внимание уделить и так далее поэтому давайте вот немножечко вот такой карикатурным образом но мы поймем что да если сотрудникам не ставить цели то что-то такое они будут делать но нужно ли это будет вам это большой вопрос поэтому не рассуждая далее мы понимаем что если мы хотим добиться каких-то целей то нам надо об этом сообщить нам надо эти цели транслировать и здесь момент следующего характера я хотел бы подсветить был у меня в опыте момент когда я пришла в компанию и мне собственник говорит я сделаю пожалуйста это был мой период корпоративного корпоративной работы и собственник говорит сделай что-нибудь чтобы они хотели продавать они что-то делают но я не могу их заставить продавать вот и тут такая история ровно про то что вот есть некий такой когнитивный диссонанс у человека всегда когда его заставляют что-то делать вот идеи продавать идеи что-то такое вот прям встань иди и сделай если сотрудник скажем так не нанизывает контекста если его силой заставлять выполнять нужную для компании работу да то все его мысли будут направлены на сопротивление и в этом случае мы будем тратить очень много сил наших и думать какие же они все вот там кризис не знаю там профессионализма или мотивации или чего то еще но просто зачастую наши сотрудники например не понимают по-китайски мы можем говорить по-китайски можем кричать по-китайски можем там на хинди перейти если надо но они не понимают они только на русском или на английском а вы нет и в этом случае вы либо будете все время наталкиваться на то что все вокруг идиоты на либо вы тоже будете подбирать тех кто поднимает с вами на этом языке и говорить им на этом языке 2 2 направления сейчас вам задам да вот есть задачи в контексте задачи приказы иди и сделай иди делай тот принеси отчет завези в к палату там то-то встречи с этим сделай так то это задачи приказы мы их я хотела бы чтобы мы их учились узнавать распознавать и понимать их ограниченность впоследствии это это бездумное выполнение это ну да сказано сделано а когда не пока когда появляются новые вводные непонятно что делать вот и сотрудник не нацелен на результат она цели на то чтобы его вот там вот одобрили кто ему эту задачку поставил вот соответственно такие это это зачастую исходит из личности нам руководителя до руководитель так привык ставить задачи он понимает например что им там сильно нет времени объяснять условно города есть такая распространенная форму нет времени объяснять вот так иди и сделай ну просто сделаю просто поверь и конечно да они верят но они не учатся ничего у вас половина контекста в голове а а у них нет и они этому никогда не научиться это большая большая печаль смотреть на целой организации которые работают по принципу вот я сказал ты сделал и все сотрудники практически парализованы а собственники очень часто приходят ко мне и говорят я не знаю что с ними делать они все блин не самостоятельные и эта история про то когда я задаю вопрос окей а как ты обычно ставишь задачи а как обычно проходит твои условно говоря совещание да как как артем сергеевич чуть делать дальше и вот эта история про то что действительно вот все они всегда вот эту обезьянку перекидывает туда есть определенная ситуация и о них мы сегодня поговорим когда задачи прямого директного направления эффективны но в основном я хотела вас призвать к тому чтобы ставить задачи с контекстом чтобы давать понимание человеку что стоит за результатом этих действий что будет если он это сделает таким образом он будет в голове выстраивать вот эту цепочку логическую и он будет понимать как ему дойти до той или иной цели ну а теперь про цели цели да вот вот прям про формулировки здесь я хочу вас познакомить с системой познакомить наверное это очень громогласное заявление уверена что там 80 процентов из вас знают и знакомы с этой системой я хочу лишь подсвечить ее вашей памяти систем смарт это аббревиатура она сделана англоязычная аббревиатура которую мы сейчас разберем пошагово и что это за система такая и на чем она стоит собственно говоря основная основной про что мы будем думать это про то как сформулировать и сделать из наших пожеланий к сотруднику цели и потому что пожелание это не это не о чем а цели работают цели вы будете контролировать и понимать где находятся результаты где находится сотрудник на пути к результату пожелание это то что вы можете никогда не проконтролировать это это не про нашу с вами эффективность и так определение цели имеет очень очень важное значение поэтому мы переходим к системе смарт на и рассмотрим то есть чего состоит вот эта формулировка smart это критерии по которым мы каждую цель прогоняем то есть когда мы садимся напротив нас сотрудник мы должны ему и мы ставим ему цели наша задача звучать так чтобы наша цель была конкретно измерима достижима соответствующая его уровню актуальная релевантная есть такое понятие то есть соответствующие его уровню профессионализма уровню его ответственности уровню его понимания в конце концов и привязано ко времени это расшифровано расшифровка аббревиатур и специфик конкретный между руку измеримый а чего был достижимый релевант релевант или актуальный time bounded привязанное ко времени и подробнее очень буквально там легкими мазками да мы поговорим про эти пять этапов на пути к постановке этой цели итак первое первые критерии да это наша цель должна быть конкретной то есть мы должны четко понимать что чем конкретно это не конкретно отличается чем мир во мире цель мир во всем мире да или цель зарабатывать больше денег отличается от зарабатывать там не знаю 100 тысяч рублей в месяц вот чем цель там цель это чем формулировка вот так скажу хочу купить вот свой дом да например отличается от хочу купить кирпичный коттедж на рублевке в удалении 10 километров от мгад вот эти вещи отличаются конкретикой эти формулировки отличаются конкретикой достичь цели хочу свой дом да можно вопрос удовлетворит ли она нас соответственно когда вы ставите сотруднику задачу то ставите сотрудник вот эту самую цель которую он должен стремиться вам нужно чтобы эта цель была конкретной подумайте про контекст поскольку мы с вами наметили разные теперь точнее так как у нас с вами целый набор этих сам кипяй то в каждом конкретном случае вам нужно будет смотреть на то какая как именно вы скажете про эту цель и измеримый то есть прям помните рекламу такое где тёточка говорила сколько вешать граммах пусть вот это вот картинка будет четкой будет у вас перед глазами когда вы будете садиться сотрудникам и разговаривать с ним про цели чтобы он вас представьте что у нас всегда спрашивает сколько сколько в городе там сколько в чем сколько в штуках цель моя моя цель там 50 встреч в неделю или там моя цель 20 звонков в день или моя цель там столько-то показов в неделю или моя вот конкретно то есть что как мы измерим достигнута цель или не достигнута вот желательно чтобы она была в какой-то измеримости то есть например там либо в числовом то есть там десять показов 10 показов продажи да или там или что-то еще вот либо ну в каком содержателе документы переданы в рек палату например вот что что-то конкретное что нам даст возможность измерить эта цель достигнута или нет то есть цель можно ставить там в том числе и деля ее на какие-то промежутки это те самые наши наша помощь сотруднику эти самые шаги которые ему позволят эту цель разбить на этапы открыть все двери вот поэтому так тоже можно итак первое конкретная что где измеримая прям сколько достижимая вот проект хочу поговорить я встречалась это очень больная история когда там во главе очень амбициозный собственник который цели берет с потолка и верит своим юношеским максимализмом что ничего невозможного нет ты можешь достичь всего чего угодно и в этом случае безусловно да можно в это верить но все-таки лучше опираться на твердую почву условно говоря можно верить в то что там ребенка можно родить раньше чем за 9 месяцев здорового прекрасного для этого можно там пытаться из протестировать разные способы там для 9 женщин например вот и сделать это за месяц вот но мы с вами понимаем что это как бы исследование которое можно протестировать провести но 80 90 процентов из нас знает пример какой будет результат да и жизнь наша такова что нам нужно опираться на какую-то действительность на какую-то твердую почву поэтому говорим про достижимость что такое достижимая цель достижимая цель это тогда когда человек должен сделать какой-то ну такая она не просто достижимая достижимая мотивирующая вот так вот скажу это не просто там цель встать и сделал два шага цель встать там не знаю и позвонить там или принять или сделать эти звонки но не но не сделать точнее провести телефонный переговор но не самостоятельно холодным обзвоном потом принять 10 звонков это это достижимая мотивирующая цель достаточная для того чтобы это было челленджем то есть это было каким-то вызовом это было чуть больше напряжением чем то что вы испытываете сидя просто в кресле но в то же время чтобы это была цель до которой вы можете дотянуться ну словом говоря если вы никогда не занимались спортом то задача там через год стать олимпийским чемпионом вам не по силу вот сейчас может быть кто-то скажет а нет я смогу окей но я думаю что процент вероятности здесь будет не невелик поэтому когда мы ставим сотрудникам цели он только пришел в нашу компанию а мы ему говорим а мы тебя ставим в общем то мы считаем что все равны и мы тебя ставим в общую сетку плана это история про то что будет его скорее демотивировать и здесь лучше при разработке системы теперь не говорим об системы оплаты покупаем мы не говорим об этом сегодня подробно но следующим шагом как правило после того как вы ставите теперь вы привязываете систему финансовой оплаты под эти показатели вот поэтому слишком высокие завышенные планки они когда сотрудник тестирует реальность они ему если не по силам то они демотивируют наступать такую запредельное торможение потом ступор сотрудник уже не делает ничего вот поэтому здесь ровно про это да цель должна мотивировать она должна быть за пределами легких движений но она должна быть достиженной цель должны быть релевантны это следующий шаг при постановке цели релевантный его существующему опыту то есть актуальный его опыту его уровня мышления его образование его там уровня понимания тому насколько он ответственен и так далее вы должны учитывать весь этот контекст то есть в текущий момент эта цель вообще его или не его она вообще может быть ему поставлена или нет если вы знаете что что-то в вашем бизнесе от вас зависит на что-то нет вас вот вы разделите эти вещи ну например регистрационные процедуры они они как бы это эта система которая работает да иногда вы можете на это как-то повлиять все зависит как говорится но не в общем и целом то есть вам вам важно может ли на это повлиять ваш сотрудник которым вы доставить может ли на скорость завершения сделки он он повлиять так что ну так как вы например вполне возможно что у вас нетворкин гораздо более сильный и вы можете а он нет поэтому ставить задачу ему нужно исходя из того кто перед вами ну и время когда мы говорим про время и это такой важный важный для нас критерий того чтобы все сбылось сбылось в определенный момент времени то здесь мы четко привязываем это либо периодичность измерений то есть мы говорим что столько-то показов в месяц или столько-то аванса также месяц вот и здесь мы эти вещи измеряем измеряем и по итогам этого самого прошедшего периода месяца квартала и так далее то во что мы ставим эти цели не привязаны ко времени они ни о чем это как бы наши пожелания а как мы с вами помним что пожелание это пожалуйста это не про это не про эффективность и прежде да вот прежде чем мы с вами перейдем к индивидуальному подходу и тому как все-таки эти цели ставить адресно я бы хотела здесь сказать вот что очень часто когда руководитель сажать перед собой сотрудника и говорит сейчас мы поговорим с тобой про твои цели сотрудник не не всегда нам не всегда ему эта информация будет простой ясно и понятно вот вы например сейчас смотрите вебинар вы потом сядете и будете прописывать себе цели прописывать кипя и так далее а сотрудник с этой темой столкнулся впервые пожалейте его мозг сделайте пожалуйста так чтобы он порционно потреблял эту информацию то есть вы садитесь и вы говорите иван мы сейчас находимся в периоде давайте контекст ему давайте привлекайте сотрудников немножечко в контекст того что происходит не выплевывайте им задачки а прямо вот говорите сейчас мы на этапе планирования следующего года мы там особенно это будет хорошо если вы прям соберете всех проанализировали ситуацию собрали всех сказали вот мы завершили вот так то так ну это мы подходим к завершению так то так тренды у нас в основном вот такие то такие то это говорит нам о том что нам стоит вот на это на это поднажать вот здесь здесь у нас там зоны развития это вы будете видеть исходя из тех результатов которые вы подтяните вот ну и теперь мы ставим с вами цели на следующий год и с каждым из вас например мы проведем встречу где мы уже обсудим конкретные цели которые помогут вам вместе с нами этих достичь тех новых уровней достатка дохода вот и те показатели которые нас к этому подведут это общая встреча такая первая первая общая встреча а дальше вы уже назначаете вот эти индивидуальные встречи и там уже рассказывайте сотруднику как ему смотреть управлять своей эффективностью здесь вы подсвечиваете ему те моменты которые он может быть не обращал внимание вы этим больше занимайтесь дольше глубже понимаете процесс и это будет прекрасная история про две вещи первое его научение это первое второе вашего общения вашего общения про его эффективность не пренебрегайте здесь поддержкой дайте ему возможность увидеть услышать ваше мнение о нем его результатах о том как можно эти результаты улучшить о том как он может на них повлиять и как эти результаты могут и может быть поддержать его сказав что вы начинали то есть вспомнив что-нибудь из вашего самого самого первого опыта когда у вас не получалось когда вы шли личный пример здесь сыграет очень очень большую большую роль и вашему сотруднику будет хороший такой почвы на которой ляжет все остальное поэтому вы садитесь и дальше уже начинает поддерживаете вы даете ему обратную связь и говорите про цели говорите про эти самые кипяй старайтесь задействовать разные способы коммуникации вы говорите вы пишете вы записываете ему вы фиксируете с ним вы что-то такое с ним там вместе обсуждаете вы спрашиваете его и обязательно вот такие беседы в этих беседах дайте возможность сотруднику высказаться возможно он что-то в порыве того как вы общаетесь как коммуницируете возможно не всегда он может задать вопросы какие-то возможно что накопилось возможно что-то его волнует и вот здесь к слову отвечая вот на вопрос а как удерживать сотрудников и как сделать так чтобы они оставались нами надолго вот именно здесь вот именно в таких разговорах вы будете точно понимать и чувствовать что у него на душе что он там задает вопросы не задает вопросы воспринимает все отстраненное или как-то активно участвует спорит с вами что-то ему непонятно и так далее здесь зависимость от того что дальше всплывает здесь на этой встрече вы можете дальше спланировать стратегию вашего нашей коммуникации с этим конкретным человеком не только коммуникации но его развитие об этом про индивидуальный подход следующим шагом вот и на вот на текущий момент про цели полагания и про то как ставить цели я подвожу некую черту вот и передаю слово ненадолго ольги чтобы потом вернуть его вновь екатерина я слова надолго не возьму потому что сначала вопрос от наших зрителей 1 1 вопрос нужно ли на самом деле удерживать сотрудников которые не хотят выполнять работу нужную и для него самого и для компании или просто люди не хотят делать работы делают ее через силу держаться из таких людей есть замечательный автор книги 45 татуировок менеджера максим батареев такая маленькая реклама у него есть такая парадигма учить лечить мочить вот вам нужно определить для себя но но как бы это последовательность она очень хорошая жизненная выверенная да безусловно сначала учить показывать ставить цели скажем следующим шагом помогать давать обратную связь иногда негативную обратную связь лечить а если и главное себе давать вот себе ему сотруднику давать вот этот промежуток в течение который будет достаточным для того чтобы этот результат показать вот и если он не показывает если вы вложились вы внутри понимаете что окей вот этому даю там месяц на исправление да если он не возьмется за ум то как бы все вот и этот вариант будет самым самым оптимальным важно чтобы вы сели договорились и пошли этим вариантом важно чтобы он тоже понимал что что его ждет вот поэтому здесь вот ровно так давать два шанса и не давать третьего спасибо екатерина еще вопрос про шансы как увидеть потенциал у неправильного кандидата стоит ли его разглядывать замечательный вопрос но друзья мои об этом мы это прям это прям тема это не вопрос эта тема тема которую мы очень подробно разберем на нашем тренинге 10 апреля он не как бы тут нет посмотрите ему в левый глаз если у него там знаю что-то там он подмигивает вам то не она вот нет мы смотрим здесь совокупно мы ну ладно если уж отвечать и делать это там жирными мазками да то мы смотрим на на опыт человека в целом дал пусть он будет не прошлый но он покажет как движется человек человек управляет вообще человек активный человек про глагол про действия или человека пассивную какой-то такой дрейф в этой жизни вот тут вы можете это заметить по его опыту меняет часто работа либо выстраивает свой карьерный трек осознанно здесь вы можете задавать вопросы про причины тех или иных шагов его либо в его карьере либо в его каких-то вот он будет рассказывать кейсы из своего прошлого что-то вот про работу про свою задайте вопрос а а вот это а почему постарайтесь вот эти почувствовать причины причины и мотивы его поступков если вы видите что человек выстраивает их логики опираясь на как бы текущую ситуацию анализируя продумывая следующий шаг то это вам портрет его лить личностный портрет этого человека вот то что научить вот той самой матчасти да здесь вы сможете это факт совершеннейший особенно если вот у вас это поставлено на поток то вот этим велкам процедуры все вот но безусловно смотреть глубже на то есть иногда наши наши вот эти вот первые встречи да они нам не дают всего представления что-то что-то уходит куда-то на проверку рекомендации да это тоже чем не стоит пренебрегать иногда что-то показывается в процессе эти долгий ответ но это потому что это не вопрос эта тема и к тебе спасибо с вами обсудим да для тех кто присоединился к нам только что напомню что 10 апреля в рамках российского жилищного конгресса в сочи состоится однодневный бизнес-тренинг екатерины кичигина екатерины кичигина мероприятие называется команда эра эффективности все кто смотрит нас прямом эфире могут получить дополнительную скидку на участие в этом бизнес-тренинге чтобы воспользоваться предложением достаточно оставить в чате свои контактные данные email и номер мобильного телефона с помидкой скидка на тренинг ваше сообщение увидит только модератор напоминаю что запись сегодняшнего вебинара будет опубликована на youtube канале жилищного конгресса ссылка есть в чате рекомендую подписаться на главной странице youtube канала есть плейлист записи не всех наших вебинаров посмотреть видео можно в любое удобное время но задать вопросы получить обратную связь от спикеров можно только во время прямых эфиров и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пропишите прямую речь вашего разговора с сотрудником Если это для вас, ну покажется, может быть, какой-то искусственной историей То просто хотя бы сделайте как упражнение Вот прям потому, что вы хотите получить пользу от этого вебинара Вот, вам нужно прийти и монетизировать то, те два часа, которые вы сейчас потратили Вот, придите и пропишите с одним человеком разговор Конкретно, что, сколько, когда вы от него хотите Подумайте про то, как это сделать индивидуально И вот эта история, которая уже вас выведет на другой уровень общения Итак, поехали Про индивидуальный подход Или про то, как ставить цель, чтобы глаза горели И вам мой ответ Да, по ситуации Вот, и мы возвращаем Как бы мы так встанем на И на тот самый кирпичик В фундаменте нашем Мы говорим с вами про то, что у нас ситуационное управление Ситуационное управление сотрудниками И про модель этого самого ситуационного управления и лидерства мы сейчас поговорим Да, каждый сотрудник имеет разный уровень экспертизы Разный уровень желания Вот как раз задавали вопрос Один хочет, другой не хочет Увольнять, не увольнять и так далее Вот они, они разные А кто-то, может, хочет, но не может, не понимает как Вот, и именно поэтому есть такая ситуационная модель управления В базе которой есть вот такая формула Уровень развития сотрудников стоит из двух элементов Энтузиазма и компетентности Энтузиазм – это его такая внутренняя мотивация И уверенность в себе Вот М – это мотивация УС – это уверенность в себе Вот из этого складывается энтузиазм Вот он такой, пришел, глаза горят и так далее И компетентность З-У-Н, да, ЗУН Наши знания, умения и навыки Мы знаем, как это делать Или не знаем Мы умеем, мы это делали И навык Мы это можем делать вообще вот легко Сразу ночью разбуди Мы тут же там на телефон ответим, условно говоря, да, по объектам И даже если мы вообще не понимаем, про что вообще нас спрашивают Мы прямо в следующую секунду У нас такой фристайл пойдет Вот И каждый сотрудник находится на разном уровне развития Именно поэтому, когда мы будем ставить цели Перед нами будет Там Петр Иванович Определенного уровня развития Там Елена другого уровня развития Дмитрий там третьего уровня развития И там Анастасия четвертого уровня развития И фактически мы с каждым из этих людей Должны поговорить по-своему В модели ситуационного лидерства Есть несколько Несколько вот этих самых уровней И мы сейчас их рассмотрим Они зависят от, вот как раз, две шкалы Первая шкала – это уровень мотивации Высокий, низкий И уровень профессионализма Низкий, высокий Мы с вами, посмотрев на эту матрицу Увидим вот эти обозначения D1, D2, D3, D4 Д1, новичок Глаза горят Не понимает, как Очень хочет Да, научите меня всему Я там, сейчас пойду И буду, буду все делать Мотивации много Знаний мало D2 Не может, не знает Но и не хочет Вот, как бы такой Разочаровавшийся новичок Он пришел он вроде помыкался помыкался а у вас не было на него времени а вы ему не дали вот этого вот welcome welcome пакета да вот такого первого пакета которые ну вот первого пакета внимания наверное которые в котором нуждается каждый человек пришел его бросили сразу в воду учитесь плавать как говорится и все и он не понимает еще как не ну как бы вот им никто не занимается нет времени и он уже думает вообще она мне надо 3 способный может может вообще все вопросов нет я профессионал я из не в этом бизнесе в риэлторском там собак съела и в общем опыта на работу но делать и стремится и делают делах перепрыгивать через себя не хочет у меня там жена дети дача рыбалка у меня все нормально не очень хочу но могу это тот самый который курит бамбук до ножки ножки сложил и собственно говоря вот да в целом он способный но его надо раскачать ему надо что-то 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 затронуть его душе чтобы он начал четвертый тип до 4 это такой самостоятельный он такой может хочет все вообще для него преград нет знает всех там рек палате знает вообще там вот все на уровне звонка там ему звонят уже клиенты сами к нему приходят повторы и так далее к слову это такая наиболее опасная такая вот категория людей с точки зрения того что вот когда они уходят они либо открывать свои бизнесы похожие да либо нам очень жаль их терять вот эта зона нашего особого внимания поэтому тоже будем об этом говорить эта картинка а дальше будет много текста вот поэтому готовьтесь воспринимайте собирайте силы еще полчаса осталось все сможем каждого изучим и каждого поймем и так начинающий энтузиаст в чем же он нуждается и как с ним действовать чтобы он за загорелся да и чтобы он вышел вот туда наша задача вот я вернусь еще на предыдущий слайд по большому счету получить вот таких вот большинство но большинство в нашей команде людей самостоятельно самостоятельных но которые будут хотеть оставаться с нами которые хотят могут которым не надо ничего долго объяснять который позвонил они подхватили объект и сразу сразу его ведут выехал на сделку буквально там разберется на месте что там делать как ситуация рендируется наша задача задача каждого вот туда сопроводить вот в этот d4 в идеале и вот как мы это будем делать вот он d1 начинающий энтузиаст что ему нужен а так как у него мало мало знаний нужна информация о конкретной деятельности об агентстве о том вообще ему надо знать надо питаться этой информации ему надо про прошиться в вас да чтобы вы были с ним одного днк с ним ходите на обеды рассказывайте знакомьте давайте ему наставников и так далее он должен понимать как работает формально то есть как формально работает компания какие правила внутри какой контекст ему нужно прописать четко сделав план пошаговый план освоение вот этого навыка необходимого ему нужно с ним вместе может быть там первые какие-то показы поделать аванс по вносить в рек палату поездить на сделке побыть с сложными клиентами поддержать ему это надо ему важно эту поддержку почувствовать ему важно вот это вот ему еще может быть где-то он уже наработал практику но у вас он не умеет функционировать еще пока поэтому ему это нужно ему нужна обратная связь по результатам вот сегодня это было хорошо вот завтра вот это вот это сделал это как бы такая вот поддержка вот они его потребности для начинающего энтузиаста вот эти потребности он вам они если вы вот в этой парадигме с ним будете поступать это к вам вернется стариться следующий тип разочарованный ученик что у него за потребности и какие что ему дать четкие цели смотрим пункт про кипя и дай постановку цели да им нужны четкие цели ему нужен контекст вот контекстный широкий взгляд на задание понимание контекста ему вот эти вот там если вы проанализировали своих людей поняли что вот у вас вот это похож на разочарованного ученика берете сажаете напротив себя говорите и так где-то я тебе не дадал вот сейчас дадам вот и пожалуйста давай поговорим даете ему контекст даете ему понимание даете ему обратную связь признаете успехи то что вот вы когда когда-то не дадали прям вот пожалуйста не скупитесь здесь садитесь может быть раз в неделю вот если вы видите там он как-то вот как бы начала но и опыт вроде как нужно сформировать но и желание особого нет вот вы прям садитесь ему надо поддержать садитесь с ним анализировать что а как неделю провел какие успехи какие ошибки какие вопросы в чем нужна помощь а давай посмотрим вот с ним вот сели и посмотрели туда в раз раскрыли то что он где-то не говорит потому что вы в операционке зашились а он себе вот просто хоп и внутрь ушел и вы там он будет токсичным человеком в нашем коллективе вам потом заразит нескольких других и как бы все дальше уже процесс брожения мозга пошел вот поэтому объясняйте уделяйте время давайте поддержку это вот вот это второй тип людей второй тип сотрудников вот тот самый как бы осторожный исполнитель или кажется моего как-то там иначе назвали сейчас посмотрим способны по-разному формулируется но так или иначе вот он как бы знает как но не очень хочет делать экстра поэтому мы с ним внимательно внимательно проходимся то тоже вот по этим пунктам обсуждаем признаем поддерживаем признаем его экспертность видим что он там в чем-то хорош значит его наставником кому-нибудь а только перед этим дайте ему возможность почувствовать почему именно он дайте ему покажите ему какую модель поведения вы от него ждете поверьте очень часто людям вот не хватает этого самого признания вот отдавая им это признание вы получаете великолепно заряженного на кооперацию на взаимодействие с вами человека то есть вы его признаете вы ему показываете правильную модель поведения вы его ну может быть даже где-то стимулируете к проявлению его экспертности вот этими наставническими вещами всякими вот посылаете с ним на сделки новых людей перед этим с ним говорите что вот новому надо помочь вот в этом вот в этом вспомнить себя там еще что то такое вот здесь вполне возможно скажет помни меня вспомни меня вот у меня такого внимания не уделял да скажите вы ему безусловно это был мой промах я сейчас учусь и вот сейчас ты видишь мы поняв ошибки мы будем действовать по-другому вот и поэтому вот эти все задачи вы с ним проходит то есть задача ваша увидеть что у него где у него болит у него болит авторитет его как бы его не признали да и он-то профессионал но тут тоже есть один профессионал что не один да вы и не только но именно поэтому мотивации дальше делать нет обсудите с ним его зона ближайшего развития что он хочет почему стремится поговорить про его цели это вообще вот вот здесь как раз повод проговорить вообще а чего же он хочет вот эти люди они могут тоже уходить и потом забирать у вас там часть бизнеса вашего вот именно поэтому если вы не держите вот этот контакт если вниз не садитесь не пьете кофе не разговаривать по душам вы не вы теряете потеряете вот эти рычаги управления на самом деле знаете психологи часто рекомендуют что-то систематизирует как мы с вами сейчас сидим до осторожный исполнитель там новичок энтузиаст опытные так далее друзья мои вот если вы этого всего не знали информативно но просто но просто прониклись бы искренним интересом к вашим людям к вашим сотрудникам и просто бы там раз в неделю уделяли им персональное время персональные возможности то вам этот и вебинар не нужен вы точно поймете что им говорить и как просто уделяйте им время да вот это то что мы с вами сейчас делаем мы четко структурируем и содержательно прям вот вычленяем тот самый важный концентрат который вам важно не забыть знаете как говорится можно прочитать тысячу книг на полезном окажется три вот вот этот из этой серии да мы собрали здесь вот очень важный контент но без вас и без вашего личного участия он не работает поэтому итак под итог здесь внимательно беседуете вдохновляете разговариваете про его развитие и так далее и так и это и есть его потребность уверенный профессионал в чем нуждается в непростых нетривиальных задачах то есть разнообразных сложных он может быть уже вполне готов возглавить какую-то какое-то направление дайте ему эту возможность если у вас такая возможность есть внутри бизнеса пусть разовьет новую индустрию пусть разовьет новые не знаю там пусть арендой занимается или пусть занимается какой-то там тем куском бизнеса который у вас уже еще не развит и вы точно понимаете что это тренд пусть берет себе команду пусть назначает и так далее признавайте личную его вклад авторитет доверия вот здесь вы должны вот с этими людьми вы просто должны за ручку вместе ходить но в плане не водить его везде а вы с ним должны вы должны чувствовать вообще его малейшие колебания чувствовать его мотивацию разговаривать уделять время внимание вас там все 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 и подчеркивать его не скажем так вот такую особую значимость для бизнеса и давать ему вот эти задачи и вот оно вот она карта и такой вот первый навык который вы должны освоить как руководитель в модели ситуационного лидерства это диагностика уровня развития сотрудника вы должны понимать что ему не достает кто перед вами на каком этапе чтобы понять что делать вот они здесь в табличке четко сведены то о чем мы сейчас поговорили подробно вот здесь вот очень наглядно показано что им недостает а что у них есть в избытке и что им додать да вот в этом смысле и еще одно бонусное задание здесь который вы забираете на самостоятельную проработку это вы определяете уровень развития ваших сотрудников вы самостоятельно садитесь дома вы выписываете ваших сотрудников и смотрите читаете еще раз нашу презентацию смотрите а кто там у вас а что они а на каком в чем они нуждаются какие могут быть к этому примеры вы поймете что там лена мне не раз уже говорила что да я сама все знаю что там я так разжевываешь или там да что там виде занимайся сам вот или там ой а можно вопрос можно опять нет никогда вот посмотрите на это и проанализируйте то что то что есть у вас то кто есть у вас то в каком они состоянии находятся для чего мы это делаем для того чтобы выбрать стиль руководства стиль взаимодействия с этим сотрудником и вот теперь мы поговорим про стиле они тоже в свою очередь разделяются на несколько стилей сообразно как типом сотрудников они с с 1 с 2 с 3 с 4 вот и начинаем с с 1 с 1 это прямой стиль руководств указывающий вот те самые задачи приказы руководитель транслирует четко задачу он информирует команду о том что нужно сделать и ждет что в такое то время эта задача будет сделано . с 2 наставнический или такой коуч коучинг стиль когда мы руководитель определяет функции задачи немножко коучинг стиль другу если следующий не забежал вперед то есть здесь такой наставник это кто это тот кто знает как чуть чуть лучше знает чем тот человек который перед ним сидит и он немножко наставляет направляет он определяет функции задачи он рассказывает как он обсуждает он видит уровень людей которые с ним взаимодействуют он от этого уровня отталкивается и идет введя до своего уровня до этого хороший учитель он опускается на уровне ученика и ведет его с собой вот это примерно такая история то есть с 2 наставнический стиль с 3 поддерживающий это как раз тот самый поддерживающий лидер который помогает помогает привлекает к созданию идеи принятию решений и так далее и продуцирует принятие решений командой ну казалось бы вы можете сказать какие тут решения команды у нас там задача повышение оборота задача привлечения тут тривиальный процесс идеи продавай размещая объектах один на показы бери аванс исключать договор и вовремя сдавай все документы рекоргана различные но бывает мы с вами знаем как никто другой что ситуация от ситуации отличается часто вот у клиента вот такая вот история вот такая вот альтернатива вот такая вот непростая сделка поэтому руководитель поддерживающий он всегда старается не сказать там так делать то 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 вот он берет и в этой в этой роли в этой позиции он говорит окей давайте обсудим давайте обсудим что нам лучше сделать здесь и тогда вот эти вещи он делает прям наилучшим образом с 4 делегирующий стиль это тот стип это тот второй тот тип лидерства который больше сфокусирован на вдохновение да вот есть такая какая-то метафора о том что для того чтобы построить корабль и выйти в море тебе нужно набрать команду которая заражена желанием выйти в море и они тебе построить самый лучший корабль вот это как раз вот про тип руководства с4 делегирующий то есть он больше сфокусирован на формирование картины будущего на чем на вот этом вот ежедневном оперативном управлении он над стратегией над видением работает и это же контакты и роста людям и что вот это вот все четыре человека разных четыре характера четыре каких-то тем вида темперамента нет это четыре стиля 4 костюма который мы достаем и одеваем надеваем прошу прощения каждой своей ситуации в одном мы пойдем на прием на деловую встречу в другом мы пойдем на концерт в третьем мы пойдем театр четвертом мы будем отдыхать и это все наши вот такие четыре костюмчика да у как у каждого костюмчика какой-то может быть из шерсти какой-то может быть и шелка какой-то может быть то есть я вам потому что не бывает четко чистых вот таких четырех и все да есть градации серого между вот между каждым стилем но вы их сами должны чувствовать и должны понимать что окей здесь я чуть чуть больше вот этого проявлю но и и вот этот задействовать хорошо когда вы владеете всеми стилями ты плохо когда только от родства и модель ситуационного руководства в том что стиле можно сочетать и комбинировать и в случае с d1 с вами помню что это наш вдохновленный новичок очень хорошо работает с 1 то есть человек не способен но хочет еще пока не знаю мне ну как не может но хочет мы ему четко ставим задачу четко инструктируем четко вот я еще раз вернусь к этому предыдущему слайду указывающий стиль указывающий стиль вот с тем кому надо четко обозначить что делать и вот там мы применяем этот стиль то есть с сотрудником говорим на его языке на том в чем его потребность помните мы с вами вот потребности про потребности говорили d1 его потребность в этой четкой инструкции мы ему даем четкую инструкцию на садимся говорим так запиши и он под запись все и пошел вот это вот вещь которая очень сильно ему поможет это даст ему возможность почувствовать берега почувствовать вообще как он должен как почувствовать правильную модель поведения он нуждается в контроле и на этом этапе этот стиль он оптимален следующий стиль но как вы уже догадались да s2 и d2 и так далее вот эти номера они будут очень похожи соответственно сотруднику d2 то есть тот который у нас разочаровавшийся новичок данный он еще вроде бы ничего не знает ну или там многого не знает но уже работает он еще пока не научился как бы чему-то но вроде уже не сильно хочет нужен наставник как раз помните я проводила аналогии как хороший учитель который возьмет его с того места где он есть и поведет дальше то есть сотруднику d2 нужны поддержка лидерская позиция обозначение этих целей умение с ним вместе проанализировать эти ошибки да то есть натаскиваете сотрудника в в его непосредственной работе и в его и немножечко вдыхая в него жизнь таким образом вы ему четко обозначаете направление и путь d3s3 как как в этот морской бой с вами играем вот победа когда d3s3 вот когда d3 нам надо s3 что это значит d3 помним что это человек профессиональный который может но сильно не хочет тоже с мотивацией вопрос и вот мы к нему как подходит здесь нас с 3 еще раз я еще раз вас возвращаю это поддерживающий стиль мы участвуем мы привлекаем его к созданию людей мы задаем ему вопросы мы вот к слову как можно подчеркнуть он же у нас у него же болит эго у него болит признание как можно это признание ему дать привлекать привлекать его к решению вот этих вот непростые задачи задавать ему сложные вопросы не знаю там ипотека четверо детей как выписаться как сделать так чтобы все прошло и так далее давайте мы эти задачки и он и обсуждайте с ними не давайте бросайте а давайте обсуждать это такая вот поддерживающая история вот да для того чтобы сотрудник осознал что он ценен важен его слушают в то же время дают ему поддержку и да и и как бы ставят ему вот те самые цели но не то чтобы ему ставят а с ними говорят с ним говорят про эти цели не дают ему возможность что здесь в чем здесь опасность вам нужно внимательно внимательно-внимательно кормить условно говоря да вот этим вниманием этих людей не нужно здесь он он еще пока вам не верит он еще пока сильно не вовлечен вам нужно дозированно давать вот это внимание показывая что вы к нему не хотите там вот как-то быстро-быстро там задружиться тут никогда такого не было и тут опять да вот а вы действительно в ходе решения рабочих задач к ним с ним приходите в очень хорошую синергию такую плотную связку подчеркивать им самым его профессионализм и до 4 с 4 мы помним с вами что до 4 наш самостоятельный человек для которого он знает может хочет готов если мы предположим что мы подходим и директивные мы говорим едешь туда-то берешь что-то отвозишь сюда-то возвращаешься отчитываешься я думаю что более двух таких задач он от нас не воспримет уйдет или как минимум восстанет против этого поэтому ему нужен вот тот самый стратегический стиль когда еще раз переключу да чтобы мы вот это подтягивали делегирующий тип руководства делегирующий тип лидерства то есть именно этому человеку можно сказать что следующим шагом нужно сейчас развить вот это направление или воспитать там вот эту плеяду стажеров вот или продумать как у нас будет работать вот такой-то бизнес процесс что-то вы проанализировали ваши кипяева возвращаемся к самому началу вы поняли что в операционке у вас беда там с не настроены пример там какие-то показатели вы не можете мерить что вы поняли что конверсия у вас очень низкая вы даете ему вот такую задачку широкого плана разберись вот с этим на давай посмотрим вот сейчас у нас вот это вот история здесь вот черное пятно вот ты давай посмотрим что мы можем сделать чего хотелось бы да вот и тут я чтобы не создавалось ощущение что я противоречу да сама себе говоря что цели должны быть конкретно измеримы достижимы так далее мы даем ему широкий контекст смотри у нас низкая конверсия низкая это вот столько-то там да например там у нас 20 показов и всего лишь там один заинтересовавшийся человек и это по всем агентам нам нужно сделать чтобы конверсия была там не знаю семь один вот сделай пожалуйста предложи решение давай мы с тобой обсудим это там завтра после среду на следующей неделе вот и ты проанализируешь ситуацию и предложишь свои решения вот эта задача ему зайдет это то что не является директным направлением к действию подталкиваем действия а это то что дает ему возможность проявить свои творческие способности сейчас ведь проявить креатив и свое вот это вот влияние на результат это очень очень такая непростая интересная задачка вот и того насколько часто вы данным сотрудникам ее поручаете будет зависит то насколько им интересно будет работать итак друзья мои ну что же вот примерно мы с вами подошли к концу нашего вебинара и мы с вами сегодня обсудили что на что мы делаем для того чтобы нам поставить скажем так поставить пальцы до туда где мы хотим померить что мы как бы какие показатели эффективности мы с вами будем ставить себе на ближайшую перспективу как компании как мы это можем сделать как мы это можем декомпозировать до показателей эффективности конкретного человека и нашей команды как нам ставить цели в принципе зачем это делать как нам ставить цели адресно и как нам общаться на их же языке это вот тема по которым мы сегодня который мы сегодня с вами разобрали я буду рада вашим вопросам и сейчас и ищите меня в соцсетях я везде вот хичигина екатерина инстаграм фейсбук подписывайтесь я открыта к к общению ответом на вопросы к там различным виду сотрудничества да мы можем с вами там продолжить дальше уже прям вот в конкретно ваших задачах вот поэтому с удовольствием отвечу на вопросы передаю слово ольги и благодарю каждого за вашу включенность и за вашу активную работу и жду всех на всероссийском сочинском конгрессе который пройдет 10 апреля екатерина спасибо вам огромное за очень интересный главное структурированный полезный материал ждем вас на конгрессе в сочи надеюсь что встретимся напоминаю для всех кто смотрел на сегодня действует 5 процентная скидка на участие во всероссийском жилищном конгрессе который пройдет сочи 6 по 10 апреля чтобы получить скидку оставьте пожалуйста в чате сообщение в котором укажите номер вашего мобильного телефона и адрес электронной почты ваши контакты увидеть только модератор коллеги хочу сообщить что в этом году в сочи нас ждет беспрецедентная программа в рамках всероссийского жилищного конгресса пройдет порядка 400 мероприятий на которых выступят порядка 500 спикеров каждый день будет необычным и очень полезным кроме деловой программы дневные часы каждый вечер нас ждет культурно-развлекательные программы зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте напоминаю что специальное предложение с 5 процентной скидкой действует до 29 ноября а плановое повышение цен на пакеты участия и другие платные опции пройдет уже 1 декабря этого года и напоследок давайте еще раз посмотрим ролик о жилищном конгрессе а я с вами прощаюсь до встречи а 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 с а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok